Всем доброго времени суток! Вы на канале Просто Play4U и сегодня у нас Арена Онлайн. Поговорим об очередном ивенте, который стартовал у нас 17 марта и называется он В поисках сокровищ. Расскажу вам, что он из себя представляет, а также немного порассуждаем, стоит принимать в нем участие или не стоит. А также обсудим небольшие другие изменения. Поэтому всем, кому интересно, не переключайте. Начнем, конечно же, с поисков сокровищ. Опечаленный марк взывает всех жителей арены о помощи. При перевозке в бассейне партии грузов было совершено разбойное нападение и украдены все товары. Все, о чем просит торговец, наказать злостных нарушителей и отобрать у них ценные ларцы. Ребят, серьезно отнеситесь к этому ивенту, тут как-никак перевозка грузов и разбойное нападение. Надо помочь торговце. Бронзовые сундуки можно получить сражаясь с монстрами от 10 уровня, серебряные с монстрами 20 уровня, а самые ценные золотые с монстрами старше 30 уровня. Сундуки заперты на два вида замков. Один из них можно открыть ключами охотника, которые также добываются в боях с монстрами от 10 уровня. А ключ облина, это второй вид ключика, можно приобрести у марга за наши любимые ПТ-шечки. В сундуках можно найти различные ресурсы для ремесленников, эликсиры с скиллом от плюс 4 до плюс 8, еду, шкатулки Лухана и Раша, а также драгоценный камень, который Марк с удовольствием примет в качестве валюты в своем магазине. С 17 по 31 марта включительно вы сможете принять участие в поисках сокровищ. Открывайте как можно больше сундуков и получайте баллы. За каждый золотой 6 очков, за серебряный 3, за бронзовый 1 очко. Три победителя получат жетоны. Первое место 3 штуки, второе 2 штуки, и третье 1 штуку, которые смогут потратить по своему усмотрению в магазине Марго. Минимальное количество очков для участия 100. Все игроки, занявшие с 4 по 100 место, получат подарок по 3 шкатулки Раша. За итогами соревнований можно сидеть в базе знаний. Ну, ребятки, тут все просто. Есть 3 вида сундучков, вы их открываете, получаете разные вкусняшки, а также баллы. И чем больше сундуков откроете, тем больше баллов заработаете. Тем выше будет ваше место в топе. Сейчас разберем, сколько стоит открыть один сундук, и что это за жетоны, что за них можно выиграть. Сколько же стоит открыть один золотой сундук? Для его открытия нам понадобится 20 ключей охотника. Это не проблема, ключики падают с разных монстров совершенно бесплатно. Ключ Гоблина 6 штук. Здесь посложнее, их можно только приобрести у Марга. Один ключик стоит у нас 0.13 ПТ. Нужно всего 6 штучек. Итого, 0.78 ПТ вам понадобится, чтобы открыть один золотой сундук и заработать 6 баллов для участия в этом замечательном квесте в поиске сокровищ. Что же нас ждет в сундучках? Поделюсь с вами своим опытом. Оттуда действительно падают ресурсы, элики, еда, шкаты и, конечно же, драгоценные камни. Единственное, ресурсы, элики и еду вы сможете продавать где-то по 0.4 ПТ. То есть, на открытие сундука золотого вам понадобится 0.78 ПТ. Вам оттуда, например, упадет 40 бревен вяза или любой эликсир плюс 8. Что бревна, что элик, вы сможете продать где-то, грубо говоря, плюс-минус за 0.4 ПТ. То есть, потратите 0.78, а вернется вам всего лишь 0.4. Ну, как-то так. Ну, я думаю, никто не будет делать вам ивент в убыток себе. Лично, мое мнение, самое ценное, что оттуда падает, это, конечно же, шкатулки Лухана и Раша. Они нужны не только для того, чтобы поддержать хранителя, но и если вам повезет, с них вы сможете поймать зеленый камень и сделать себе артефакт плюс 3. Если же вы надумали участвовать в этом замечательном ивенте, попасть хотите в топ-100, чтобы получить три шкатулки, то минимально вам нужно будет набрать 100 баллов. То есть, вам нужно будет открыть 17 золотых сундуков, потратить более 13 ПТ на все это. Как по мне, это не совсем выгодно. Выгоднее побегать в чертоге, либо в упокой. Но это лично мое мнение. Решать, конечно же, вам. Также у нас еще падают драгоценные камни. Сейчас мы посмотрим, что за них мы сможем приобрести. И если же мы надумаем участвовать и попадем в топ-3, то сможем получить жетончики. Что же мы сможем за них приобрести? Давайте посмотрим. Ну что, ребятки, давайте смотреть. За драгоценные камни вы сможете приобрести себе любую шмотку хранителя миротворца и хранителя раздора. А также сможете купить себе магическую сферу. Правда, на нее нужно будет добавить еще пару пэттэшечек. Единственный нюанс, все это временное, все это на 30 дней. Если же вы выиграете жетончики, то за них здесь можно купить очень-таки хорошие, неплохие вещи. Это постоянное священное оружие, наручи, щит или книга, а также артефакт на котому плюс 4, артефакт на оружие плюс 4, плюс 1 и демонический тайник. Единственный нюанс, демонический тайник и постоянное священное оружие вам не удастся приобрести прям по окончанию ивента, поскольку главный приз у нас всего лишь 3 жетончика, а на их покупку вам понадобится 4 жетончика. То есть вам придется ждать следующий ивент с жетончиками и принимать активное участие, чтобы там выиграть хотя бы один жетончик и уже после приобрести себе постоянное священное оружие либо демонический тайник. Стоит ли сейчас принимать участие или не стоит? Давайте посмотрим, кто у нас сейчас тащит этот ивент и сколько сундуков уже открыто. Я бы конечно поборолся за арту 4 на котом или за арту 4 плюс 1 на оружие. Очень заманчивые призы. Давайте же посмотрим, кто у нас идет в топ 3 и прикинем сколько сундуков они уже открыли. Стоит ли пытаться их догнать или не стоит? Итак, ребятки, первые 3 места у нас уже набрали более 1000 очей, а значит открыли примерно плюс-минус по 200 сундуков. На это у них ушло где-то по 150 ПТ. Плюс-минус грубо говоря. Поскольку до конца ивента у нас еще более 10 дней, я думаю всего понадобится где-то 300-400 ПТ, чтобы попасть в топ 3. Лично я считаю, оно того не стоит. За 300-400 ПТ можно купить готовый арт, либо же за эти ПТ набить кучу шкатулок, подержать храна и в конце года получить эти горты. Но это лично мое мнение. А так, конечно, если у вас есть ПТ, то можете участвовать, принимать активное участие в этом ивенте. Погнали, покажу вам, какие обновы еще произошли в нашей любимой аренке и будем закругляться. В аренке произошло еще два обновления. Первое, это была увеличена награда за прохождение ивента Воющий лес. За победу игрок теперь будет получать 8 миллионов опыта, а в случае ничьи или проигрыша 4 миллиона опыта. И второе, был пополнен ассортимент магазина Призрака Воющего леса. Что же там нам добавили? Здесь у нас появились преобразователи Хранителя прошлых лет. Насколько невыгодные, честно, ребята, еще не скажу, не прикидывал, не считал. А вот вторые предметы порадовали. Теперь за 5 ПТ и 20 криков можно купить амулет Муриха или амулет Морвиуса или амулет Скалоеда. То есть теперь можно побегать в лес, набить криков, накупить амулетов, ждать Х кача и быстренько прокачаться, догнать всех местных задротиков, взять 46 уровень. Так что, ребятки, как-то так. Это были последние новости с нашей любимой арены онлайн. Всем, кому интересно следить за этим проектом, а также за тем, как развивается мой аккаунт, который мы в конце года разыграем среди всех подписчиков. Обязательно подписывайтесь на канал. Если вы хотите облагодарить меня за этот видеоролик, это вы можете сделать или в комментариях, или просто поставить лайк. Всем спасибо за внимание, счастья, здоровья и, конечно же, скоро увидимся. Всем пока!